доброго всем времени суток дорогие друзья возможно многие из вас слышали о том что 31 августа в москве состоялся слет виртуальных пилотов под флагом и благодаря организации компании производителю девайсов для виртуального полета вирпил control многие из вас наверное хотели бы туда попасть но не сложилось кто-то возможно успел зарегистрироваться или просто не знал что данное мероприятие состоится кто-то бы очень хотел но виду нашей так скажем огромной стране до живет очень далеко от москвы и поэтому не имел такой возможности я поучаствовал в этой встрече я знаю что некоторые из вас тоже там были возможно будете тоже смотреть это видео поэтому если вдруг я где-то ошибусь прошу меня подправить потому что в принципе я не могу сказать что я прям готовился к этому но так называемым подкасту да просто я решил съездить посмотреть на на лица тех ребят да с которыми я летаю знаю их по ником с некоторыми мы пожали руки да то есть узнали друг друга так скажем некоторых я до сих пор не знаю кто это были за ребята потому что но не как они меня не как я их в лицо в принципе не знаю да то есть все летаем под никами и ну скажем так ники у кого на лице не были на футболках не были написаны с кем успели зазнакомиться был рад вашему нашему с вами знакомству ребят всем привет если кто-то будет из вас посмотреть ну и соответственно не готовился не готовились также и материалы к данному подкасту да то есть чисто сфотографировал для себя некоторые моменты которые мне казались на тот момент наиболее интересными просто на память вот но так скажем вдохновленный подходом ко всему этому мероприятию к делу в целом ребята не заверпил контрол все все таки решил сделать небольшой такой обзорщик обзорщик или как-то обозвать я даже не знаю ну не подкаст наверное все таки это но просто рассказать как там было да то есть показать некоторые фотографии в целом в целом все все очень сильно понравилось очень приветливые и простые до безобразия но в плане без какой-либо короны ребята создатели организаторы этого мероприятия также на данном мероприятии были представители наших во многом любимых игр но каждому свое да это ил-2 бзс битва за сталинград игл динамикс дкс и war thunder godzin godzin ну короче улитки в нашем простонародье а вот каждый выступил и рассказал что ждать нам от их проекта в будущем на этом мы немного попал немножечко попозже остановимся поподробнее а пока как бы ну с чего все начиналось до состоялся данный слет или как встречи виртуальных пилотов в отеле альфа это измайловский комплекс метро партизанское находится он на метро партизанское вот его внешний вид так скажем то есть внутри все ну так цивильника красивенько то есть не какой-то там хостел да но прям молодцы ребята ребята отнеслись к этому моменту серьезно значит при входе так скажем ждали нас в конференц-зал ждали нас такие ну так скажем стюардессы да я не знаю вряд ли конечно это сотрудники ребят в пк но суть в о том что до предлагали зарегистрироваться то есть заполнить некую анкету в которой были ну собраны наши данные ну не наши данные да то есть мы дали о себе информацию о том кто откуда под каким ником зарегистрироваться и сразу же были выданы памятные сувениры да сейчас я там попытался там сфотографировать что это был некий пакетик в котором лежала брошюра от ребят создатели верпил controls да то есть представленный в ней в ней товаров дали как-то продукции продукции наверно тоже так сказал были несколько давайте наверное даже запущу это все слайд шоу да то есть это ручка мангуст кстати как раз там мы узнали почему именно мангуст тоже интересный такой достаточно смешной момент это новая ручка которая будет в скорой продаже это для космонавтов я их так называю как космосе миров это база мангуст которая ну короче это все в принципе можно почитать чтоб я здесь уже не останавливался значит это было внутри внутри брошюрка ручка там небольшой блокнотик и кружка ну так скажем под водичку до мелочь мелочь но приятно значит что хотелось бы сказать именно о разработчиках что видно было что не разработчик арборганизаторах видно было что ребята волнуются ребята переживают вы знаете как бы это один из моментов который так скажем но наверное прям восхитил в какой-то степени если можно так сказать потому что видно было что им не все равно что это не про для них не просто какая-то рекламная акция да но они делали для нас до для тех кто пришел и имея возможность собрать всех вместе да ну это обалденно то есть атмосфера царила классно я остановил немножечко фото да это вот ребята это их состав так скажем этой команды верпил controls да то есть вы можете наблюдать что здесь их порядка господи 7 человек по моему они называли цифру до 7 и штат сотрудников так но это постоянный состав можно так сказать да постоянный состав 7 человек и переменный состав то есть это штат наемных сотрудников более 100 более 100 человек цифру сейчас точно не скажу забыл вот но смысл в том что до организован был целый там ангар и не ангара фабрика даже наверно да в которой есть оборудование специальное оборудование в котором работают переменный состав если можно так обозвать значит сейчас будет как раз наша ручка кружка вот ручка кружка который мы были все награждены уже по умолчанию были то опять розыгрышей продукции верпил controls два из которых были просто случайным образом ну небольшая такая викторина основалась на образовании компании на ее продукции вопросы были да то есть кто отвечал правильно те получали призы и два вопроса было просто на шару да то есть просто на победителя на удачу тоже ребята получили свои призы вот что мы еще скажем я не сказал было видно что ребята переживают из-за того что не получилось было заявлено у нас что у нас будет игл динамикс war thunder и в 2 bzs штурмовик и также константа дизайн то есть это ребята которые создатели программного обеспечения для авиационных тренажеров которые вот 2017 году в максе был павильон где была продукция брд в пк брд или как это депил controls было эта продукция также на этом стенде применялась и они обещали что предоставят свои вот эти вот тренажеры по авиадарцу до туда к разработчикам к то есть умелось возможность вас должна была быть возможность до в них посидеть поиграть в виртуальный как говорится полетать да но в последний момент они отказались и соответственно не приехали до что но так скажем очень расстроило видно было что очень расстроило наших разработчик наших организаторов да и но чувствовали себе неловко видно было настолько что как будто это они виноваты в том что эти не приехали вот это подарок от war thunder был некий промокод китайскую технику вводят до пилотажные дымы и там премиум самолеты было организовано несколько стендов то есть данный стенд это то как рождалась наша ручка мангуст показано был стенды по представленной так скажем продукции да то есть вы видите вот эти престольные держатели джойстиков сами джойстики изогнутые трубки то есть это в принципе все можно приобрести у них в их магазине также приходили у вас был была возможность даже представлять свою продукцию не свою продукцию если никто там не был против вот это по ручка сделана одним из верпилов в домашних условиях до его же ручка была сделана для l2 то есть вот эта ручка да то есть это все металлическая кнопочки все нажимаются предохранитель этих кнопок срабатывает красный предохранитель да то есть кнопочки все колпачки откидываются кнопки нажимаются и все это возможно поставить на базу вбк до vpc наверное правильно их будет называть вот то есть тоже и такие варианты были представлены вот он ее держит в руках попросил ее сфотографировать но прикольно конечно смотрится но и моя мечта как я уже об этом говорил вам неоднократно да на стриме что после приобретения уже около года назад ну нет не год верно к новому году где-то я под новый год и приобрел себе базу вбк брд и отслеживал вернее не отслеживала загорелся данным аппаратом да это конечно классная вещь как объяснил роман то есть он приветливо всех встречал ну роман бау да все вы его знаете приветливо встречал вот его стенды рассказывал где что в чем сложности и так далее то есть порядка трех или четырех ли он сказал здесь грубо говоря вот в этом одном блоке собрано порядка трех наверно четырех так скажем джойстиков если можно устройств устройств то есть там каждой ручки по контроллеру внутри контроллер да сам механизм все это на металле на подшипниках и так далее то есть но классно самом деле я подержал его в руке убедился еще раз что он мне очень интересен и ну соответственно буду надеяться что когда-нибудь все-таки у меня тоже появится подержал в руке ручку мангуст офигенная на самом деле то есть никакой вардхог наверно с ней не сравнится тоже буду буду постараюсь ее тоже приобрести и что меня прям очень сильно порадовало это регулировка я раньше не обращал внимания но у них на каждой ручке предусмотрен предусмотрена регулировка размера этой ручки да то есть под как сказать под ладошник до упор под ладошку он регулируется по высоте и то есть маленькая будь тебя рука или будь тебя большая рука ты можешь спокойненько на нем летать значит вот наши главные так скажем виновники торжества то роман баур и андрей лукьянов на заднем фоне вы можете увидеть там и игл динамик и рабочие стенды то есть были организованы и рабочие места по направлению war thunder там два рабочих места одно кстати вот даниил сидит за ним спиной к нам одно по l2 bzs и два по игл динамикс l2 возможность была полетать используя vr был окулс там по-моему соврать боюсь но не несут да это как бы неважно к то есть были вот организованы именно места где можно было потрогать живую испытать девайсы в теле и посмотреть насколько они подходят либо не подходит но не не подходить они не могут это я вам говорю как человек который уже использую до их и соответственно восхищен тем как они исполнили так скажем но дальше было так скажем организаторская или как сказать главная часть да то есть выступил челандре лукьянов который рассказал что такое в пк откуда они взялись где находятся да как работают продемонстрировал те подарки которые мы уже получили по умолчанию то есть что нас там ждало после того как ну продемонстрировал так скажем первую визуализацию как пита да как он это видел рисовала его 15-летняя дочь как он это сказал и объявил да то есть помогала ему так скажем в этой разработке продемонстрировал то как с чем они вышли первый раз на рынок кстати вот по рождению мангуста да то есть почему мангуст был задан вопрос а как вы считаете почему наша ручка называется мангуст но все как бы там разные версии вы сказали но как он говорит ну вы же знаете что мангуст это уничтожитель или как или охотник за змеями то есть кобрами да то есть это тот так скажем под зверек который был создан у них в компании до который предназначен задушить кобру и как вы видите уже ползет за ее потомством до за всем кто были после этой кобры тоже предназначенных задушить из той цели чтобы дать нам качественные так скажем и долговечный долговечный девайс после андрея выпуска но это 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 то что у нас уже получилось как говорится да в итоге опять же представлена разработчиков здесь и последнего крайнего не не тот слайдик а я сфотографировал то есть там еще одной строчки не хватает после андрея начала выступать роман рассказывая о том как что создавалось там отвечали на вопросы и так далее а вообще о всем этом развитие да ну и в конце уже презентации от vpc да мы видели новый девайс который для космонавтов космосе миров до космонавтов был разработан то есть выглядит очень эффектно представили открыли это было все завешено да то есть мы его изначально не видели все потом подошли посмотрели но выглядит конечно шикарно это просто обалденно видите даже на даже на фотографиях что меняется подсветка там желтая красная ну то есть во всех цветах сверкает горит то есть это будет новая ручка именно для космосе миров чем она отличается я сказать не могу никто и в руках не держался она была вот так вот стекло то есть такой презентационный вариант который они представили да но выглядит выглядит обалденно на самом деле это выглядит классно дальше пошли выступления от разработчиков дкс игл динамикс рассказали про свой новый модуль который они делают это 16 ответили далее на вопросы на мой вопрос по поводу великой отечественной войны вроде бы как сказали что будет но когда не скажем по поводу того что с кем будет в 16 воевать потому что со стороны россии у нас нет никаких похожих моделей да я имею ввиду кликабельных и так четко разработанных ответили что но вам но россии мы тоже выдадим в 16 ну то есть на вопрос опять же почему так все происходит объяснили что нет сейчас возможности выпускать новые модули по россии потому что вся документация которая есть да она засекречена и пока не будет официально они написаны рассекречены мы они используют нему поэтому все кто сильно ждут российские модули современной авиации так скажем в ближайшее время ждать их не приходится потому что многие из них стоят на вооружении и документы им соответственно для разработки предоставят маловероятно далее было выступление от комьюнити менеджера евгения сквайра по war thunder да он сказал объяснил что скоро будет почти в виду там китайскую технику объяснил что подарили на вот эти промокоды которые многое позволяют нам сделать ответил на вопрос соответственно war thunder здесь останавливаться не буду потому что ну так скажем слушал плохо не настолько мне был интересен war thunder но все равно огромная благодарность что человек приехал там приехал даже группы поддержек там много ребят было у них компании и выступал также их программисты или как сказать не не программист верно еще один сотрудник который вот ведет все их писи 4 объяснил что очень сложно подключить туда 3 кир практически невозможно очень сложно реализовать подключение и писи контроллеров но он может быть как раз на этой встрече они все это все это между собой порешали ну и итогом выступления разработчиков уже вышел даниил тусеев это один из создателей участников создателей игры l2bzs по руководитель проекта он был на по крайней мере раньше это точно значит здесь что меня порадовало да то что в сентябре как он объявила ожидается выход нового патча который позволит введет новую физиолог физио блин короче пилот самолета в l2bzs будет испытывать психофизическое воздействие перегрузок а усталости и так далее то есть но может быть не устал стана вот именно перегрузки это точно что вот буквально на прошлом стрима я говорил что мне не нравится да что пилот может выдерживать мега перегрузки при этом с ним ничего не случается здесь вроде бы как он будет терять сознание до вплоть до полную потери управления ребята которые успели посидеть на стенде представленным разработчиками l2bzs это была дев версия до с новыми лайтингами и помнт мпс там были загружены да то есть они говорят что да действительно как бы некое ощущение уже присутствует что когда ты сильно ручку на себя тянешь то есть как вот сейчас он как раненый да будет не как-то похоже вы задействован будет при воздействии перегрузок далее в ноябре будет анонс и объявления но приблизительно давно и бре будет объявление о новых твд до посмотрим что будет по поводу тихого океана сказали что пока очень большие проблемы с этим почему потому что вся документация находится в японии да то есть по японцам и она вся на японском языке а это как минимум технический язык как максимум военный и еще плюс необходимо фильтровать но по крайней мере как вот говорят у нас что порой в документации содержится нереальные возможности с того самолета дагма который на котором ты летишь то что было заложено так скажем документация в реале это могло могло несколько отличаться вот что еще но здесь вот мы уже закончили как говорится все даже с участием выступили фото с легендой как говорится да для меня это действительно человек легендарный как и для многих верпил потому что роман дабора то слева до если смотреть то есть тот человек который действительно очень любя подходит к своему делу офигенно делает механику до налаживает всегда на связи да вот сколько у меня не было проблем с тем или иным девайсом да но смысле если даже возникали такие проблемы никогда нет такого чтобы он не ответил не написал отвечает на имейлы всегда подсказывает какие-то другие настройки да какие необходимо провести чтобы девайс работал более корректно да то есть человек прям но живет этим да если можно так сказать про молодцы здесь уже андрей с данилом удалось подловить так скажем их до попросить сфоткаться с ними тоже люди для меня уважаемые да то есть и что андрей сам летает что даниил пришел там как и нас насколько я знаю еще из старичка и сейчас тоже активно участвует так скажем полетах своего детище так скажем ну то есть далее у нас люди люди блин молодцы и сказать просто люди прям молодцы прям нерве не рвется уже в ресторан далее после всего мероприятия был организован на в ресторане чаепитие ну так скажем на заднем фоне из можете увидеть да то есть чай по рюмкам разлит ребята ребята которые были в нем на максе и хорошо заметны по загоревшим лицам и не загоревшим так скажем верхней части головы либо под очками на заднем фоне это ребята и лаводы да ну ил-2 бзс которые летают в л-2 рад был всех видеть с кем познакомиться успел молодцы и небольшой видео наверное я даже сейчас отключу отключу наверное звук потому что мне кажется это будет но не очень корректно да то есть но то есть вот так это был конференц-зал романа все атакуют романа все обступили а где что как это будет а как то ну и здесь вот вида на заднем фоне небольшие стенде ки и закрыты и наш новое введение так скажем и стенд с тем как рождалась ручка мангу с картон силикон дерево и уже готовый готовый аппарат вот в принципе на этом наверное все я думаю что так сделаем наверное я думаю что все кто были там если вдруг будете смотреть видео меня поправить и в чем я где был неправ может быть это что-то упустил а в целом целом встреча прошла ну блин я вам так скажу там надо побывать чтобы ощутить эту атмосферу то есть там настолько все близки были друг другу именно по своему духу так скажем да по увлечению что это ну не с рыбаками не с охотниками так скажем их не сравнить там была такая особая атмосфера кратенько кратенько пробежались рассказали по поводу дкс еще не сказал что задавали вопросы еще по поводу видимости контактов наверно многих это интересует разработчики обещали что и что этот вопрос будет на может быть не ближайшее время до одно и будет решен еще такой момент что задался задан был вопрос верпил controls о том реально ли ждать джойстики с обратной связью роман сказал что данный вопрос уже находится в работе но он очень сложен в разработке и есть ряд нюансов которые необходимо учитывать и учесть вернее и ждать стоит но не ближайшее так скажем время еще одна из новостей от верпил controls о том что они будут заниматься производством рожь да то есть рычага рычаг общего управления шагом в ручка общего управления шагом вертолетов поэтому все верпилы которые летают на вертолетах вас тоже ждет сюрприз как и но думаю по качеству он будет точно не хуже чем наш рут отверпил да и соответственно вся остальная механика и электроника на этом все я кратенько рассказал чтобы если у кого-то какие-то вопросы или могут быть дополнения до с удовольствием прочту и в комментарии пишите буду рад ответить на любой может быть где-то что-то забыл рассказать вы поправить и подправить и ну переснимать то конечно не будем но тем не менее вполне возможно что это будет критично и как минимум в комментарии все залогируется на сегодня этом подкаст наш так пробный или первый считаю закрытым спасибо всем за просмотры и до новых встреч пока пока